Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня простудное видео из серии, как наши производители косметики обманывают потребителей. Вот. Давайте посмотрим. Вчера, значит, я зашла на сайт вот этого бренда. Ну и как бы начала по нему ходить, и вдруг я вижу всемирно известную такую девочку по имени Наташа Полевщикова. Наташа Полевщикова не может быть лицом вот этой фирмы. Это тысяча процентов. И, значит, потому что, ну, я знаю, кто представляет ее интересы в России и все такое, и вообще. В общем, девочка топовая, девочка очень известная. Мне хочется понять, какого, извините за выражение, хрена она делает на сайте русской бюджетной марки. Ну, и тут, значит, представляются мастхевы, да, типа, да, и как будто бы это вот ими все сделано. Вот сейчас на самом деле много ума не надо для того, чтобы вообще понять, что к чему и почему. Мы заходим в гугл. Набираем запрос вот такой. Значит, Наташа Поли красная помада. Немножечко проматываем, буквально вот совсем чуть-чуть. Находим эту фотографию. Фотография 2012 года. И, значит, начинаем пристально смотреть, с какого же сайта ее дюзнули. Ее дюзнули с сайта, который называется allure.ru. И вот даже тут ее размер указан. Ну, и думаю, мало ли, а вдруг действительно allure.ru там на Наташе. Вот мы переходим по ссылочке. И все-таки мы узнаем, что это не визажиста арт-визажа, а дельфин Эрард делала макияж на Наташи вот этой Полевщиковой. Тут, как бы, мы пролистываем, фотка не подгрузилась. Ну, и дальше мы тоже начинаем пристально смотреть. Наташа Поли, фотограф, значит, он. Ну, точно не Вася Пупкин. Визажист точно не... Тоже сами знаете, как его зовут. И прическу тоже даже вот не... не русский человек делал. Хочется отметить. Вот у русских почему-то как-то слепо развита вот эта вот тимка из серии. А никто же не узнает, то есть фотка 12-го года журнальная. Ну, и что, что мы ее поставили на свой сайт. Мы не указали, что это с сайта Allure взято. Мы не указали ни имя модели. Вот знаете, по барабану, что вообще-то на девочке нету ни одного из средств этой марки. Вот, значит, тональная основа там идет... В общем, как она тут идет? Люми Можик, там тон первый, там пудра такая-то, тени инфалибл, инфалибл. Ну, и, в общем, тут все, что угодно, понимаете? Тут и Color Rich и так далее, и так далее, там, L'Oreal, в общем, все это L'Oreal, Париж. Вот хочется предостеречь бренд от таких вот... Либо, там, не знаю, сам бренд виноват, либо те ребята, которые делали сайт, не очень хорошо относились к своей работе. Но так делать на самом деле нельзя, потому что каждое изображение, оно имеет такое понятие, как авторское право. И я думаю, у бренда есть, например, там, я не знаю, 10 тысяч рублей, да, при их оборотах, чтобы снять студию, нанять фотографа, нанять какую-нибудь симпатичную, пусть даже не очень известную модель. Но вот та схема, которую я показываю, она такая, вот знаете, общепринятая российская. А у нас вот здесь вот и Адриану Лиму можно на жалюзи увидеть. В общем, девочки и мальчики, если есть возможность, пожалуйста, не делайте так. Да даже не если есть, а просто не делайте так никогда, потому что это неправильно и некрасиво. Продолжение следует...